Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Китай выпустил новый рейтинг крипты, в котором биток сдвинулся на 19-ю позицию, а Иос продолжает занимать топ-1. Как по мне, это значит две очевидные вещи. То, что Китай пытается создать альтернативный крипторынок, и то, что битва за биток проиграна. Тем не менее, событий на рынке от этого меньше не стало, и сегодня мы поговорим о самых значительных из них. Погнали! Начнем с заголовка, который появился одновременно во всех крипто-СМИ. О том, что Том Ли приятно удивлен стабильностью битка. Как по мне, этот вывод сотрясания воздуха. И ответом на мои мысли стал пост Владимира Коэна в ФБ. Что касается курса биткоина, я остаюсь при мнении, что крупные игроки искусственно поддерживают стабильный курс. И цена в 6,5 тысяч долларов их вполне устраивает, ведь два года назад биткоин стоил 650. Нужно это прежде всего для дальнейшей адаптации криптовалют как платежного средства и принятие положительного решения по ETF на биткоин, написал на своей странице криптоэксперт. Такое вот мнение. А если вы хотите его оспорить, то сделайте это. А я, как всегда, жду ваши комментарии внизу под этим видео. Так вот, если говорить про адаптацию крипты, то она несется на всех парах. Последний пример – это лицензирование криптоматов Коинсурс в Нью-Йорке. Управление финансовых услуг Нью-Йорка выдало 12-ю по счету лицензию на ведение деятельности на территории штата – Битлиценз. Ее обладателем стала базирующаяся в Техасе компания Коинсурс, сообщает Коиндеск. Коинсурс является оператором биткоин-банкоматов и уже имеет 40 терминалов в Нью-Йорке, проработав до сегодняшнего дня на условиях предварительной лицензии. Генеральный советник Коинсурс Арнольд Спенсер отметил, что это первый случай выдачи битлиценз оператору биткоин-банкоматов, добавив, что ее получение свидетельствует о правильности бизнес-модели компании и соблюдении всех нормативно-правовых требований. Вообще, по глобальному плану канала Криптодилерс, немалая доля контента на этой неделе должна быть посвящена бирже Binance, ее SEO-чемпиону Джао, Мальте и другим связанным движухам. Вчерашний выпуск программы The Face Джао вы уже посмотрели, а если нет, то обязательно зацените. Ссылка на него лежит под видео. Что касается Binance, то они даром времени не теряют. Их SEO обещал мировую экспансию, и они это делают. Команда биржи заявила о супер-успехе их новой площадки в Уганде. Биржа Binance сделала ставку на Уганду при запуске своей новой криптофиатной торговой платформы и не прогадала. Только за первую неделю на ней зарегистрировалось 40 тысяч пользователей. Об этом пишет CoinDesk. Первые результаты позволяют сделать вывод об интересе местного населения к биткоину и эфиру, двум криптовалютам, которые в настоящее время поддерживает Binance Уганда. Согласно исследованию Стэнфордского университета, 74% семей в Уганде не имеют доступа к банковскому обслуживанию. Пользователям достаточно иметь деньги в мобильной платежной системе, им не нужны банковские счета, сообщил финансовый директор Binance Уэй Джоу. А еще на медне Binance анонсировали поддержку хардфорка Bitcoin Cash. Криптовалютные биржи Binance и OKEx в момент публикации, являющиеся крупнейшими по суточному объему торгов, в эту пятницу выразили готовность поддержать приближающийся хардфорк Bitcoin Cash, который ориентировочно должен состояться 15 ноября. «Мы сделаем снимок всех балансов Bitcoin Cash на соответствующей временной отметке», пишет Binance. Похожее сообщение опубликовала и OKEx. Обе биржи приостановят ввод и вывод средств в BCH за несколько часов до хардфорка и просят пользователей планировать свои операции заранее. Как вы помните, с июля этого года Мальта ворвалась в крипторынок. В качестве советника они привлекли чемпиона Джоу и при его помощи создали отличные условия для блокчейн-проектов. Но на этом они не остановились. Вслед за регулированием ICO в криптоиндустрии правительство Мальты решило обратить внимание на развивающуюся сферу искусственного интеллекта. В ходе прошедшего блокчейн-саммита власти государства объявили о создании специального органа, который разработает стратегию для развития ИИ. По словам секретаря парламента по финансовым услугам, цифровой экономике и инновациям Сильвио Шембри, с помощью инициативы Malta.ai страна планирует занять лидирующее место в разработке искусственного интеллекта. Он сообщил, что Мальта разработает законы дружественные компаниям, которые заняты в этой области. «После успешного становления Мальты как блокчейн-острова, когда мы стали первым в мире государством, регулирующим индустрию распределенного реестра, мы планируем занять место в первые десятки стран мира с политикой ИИ», – заявил Шембри. Вы смотрите канал Криптодилерс. Такс, а следующая новость, которой мне уж очень хочется поделиться – это выборы в NEM Foundation. NEM Foundation проводит выборы нового исполнительного комитета и новых членов Совета директоров. Выборы состоятся 7 декабря. Регистрация для участия в выборах открыта до 7 ноября. Совет директоров NEM – это группа людей, избираемых для обсуждения и утверждения потребностей NEM Foundation и платформы NEM. Такой подход развивает дух сотрудничества и позволяет NEM Foundation достичь консенсуса и взаимопонимания в вопросах, важных для стабильного развития. Члены NEM помогают ускорить распространение технологии блокчейна NEM, лично участвуя в развитии проекта. Права и обязанности членов подробно описаны в уставе фонда. Членом фонда может стать любое физическое лицо от 21 года и старше, а также любое юридическое лицо. Все потенциальные члены фонда обязаны оплатить взнос перед поступлением в фонд. Для физлиц – 50 долларов в год, для юрлиц – 500 или 1000 долларов, для компании, число сотрудников которых превышает 25 человек. Все ссылки для подачи заявок в Совет директоров, а также приложения для верификации новых членов фонда – в описании видео. NEM Community, включайтесь, я знаю, вы нас смотрите, так что ставьте плюсики под видео, регистрируйтесь до 7 числа и становитесь полноправными членами NEM Foundation. Ну а мы, в свою очередь, постараемся в ближайшее время рассказать вам побольше про каждого из кандидатов. Мне кажется, что вы начали забывать о криптокотиках. Тем временем они привлекли 15 миллионов долларов инвестиций. Об этом пишут на новом информационном портале BlockProof. Компания Depper Labs, которая разработала успешный блокчейн-продукт CryptoKitties, привлекла 15 миллионов долларов США под руководством VanRock с участием GV, ранее Google Ventures и Samsung Next. Эти средства будут использованы, чтобы помочь Depper Labs расширить свою деятельность на местном и глобальном уровнях. Инвестиции также должны ускорить создание инфраструктуры, необходимые для привлечения основных потребителей технологии блокчейн. Наша миссия в Depper Labs использовать игры и развлечения, чтобы принести ценности децентрализации миллиардам потребителей по всему миру, сообщил Рохам Гарри Газлоу, генеральный директор Depper Labs. Криптовалюту Digibyte залистили сразу на двух биржах. Теперь она торгуется на HitBTC и BitFenix. Об этом они почти одновременно написали в своих блогах. Так что ждем новых результатов от этой монетки. Кстати, про биржи. В прошлом выпуске мы вам рассказывали про площадку ABCC. Так вот, у них вышел ряд годных обновлений. Криптовалютная биржа ABCC запускает бета-версию обновления ABCC Pro. Об этом они сообщают в блоге компании. Помимо свечного графика, разработчики биржи добавили линейный, благодаря интеграции и расширения TradingView. Также были добавлены такие функции, как ночной режим и блок My Assets, в котором пользователи в режиме реального времени могут видеть обновления своих активов. Основная фишка биржи – это майнинг токена ABCC при торговле на площадке. С 6 ноября 2018 года будет сокращено количество майнинга токенов AT с 87500 до 47750 AT в одном блоке, что повысит стоимость токенов ABCC. Ссылка на регистрацию на бирже находится в описании под этим видео. Ну что, друзья, наш выпуск подходит к концу. И, пользуясь случаем, напоминаю, что наша команда едет в Питер на конку Blockchain Life. И если вы хотите сделать совместное селфи или поговорить о более серьезных вещах, пишите, звоните. Наши контакты в подписи. Blockchain Life 2018. Самое крупное событие в отрасли криптовалют, блокчейна и ICO на территории России и Восточной Европы и одной из крупнейших в мире. На форуме собираются крупнейшие инвесторы, предприниматели, владельцы ICO-проектов и все те, кто интересуется заработком и инвестициями в криптовалюты и блокчейн-проекты. Среди спикеров будут присутствовать Директор по развитию биржи OKX Альдрич Викторина, глава представитель NEM Foundation в России Клим Геран, сооснователь биржи Exmo Иван Петруховский, основатель маркетингового агентства Byzantium Питер Белл и основатель биржи B2BX Артур Азизов. А у меня осталось еще одно дельце. Пару недель назад в программе The Face про Макафе мы проводили розыгрыш футболки за самый крутой комментарий. Напомню, как было дело. Кому нравится футболка, в которой я сегодня нахожусь, я с удовольствием подарю вам такую же. Но нужно для этого кое-что сделать. А точнее, написать лучшую историю о том, если к 20-му году биткоин не будет стоить один лям, то как наш дорогой Джонни будет отмазываться от того, чтобы не есть сами знаете что? Мы всей командой читали ваши комменты. Некоторые были пошлые, некоторые смешные, а некоторые пошлые и смешные. Как вот этот. Макафей напишет в Твиттере, что он умер и улетит на свой остров, купленный за счет хомяков, которые велись на его схемы пампов и дампов. Когда хомяки раскроют его обман, Джону придется взять свои битки и улететь вместе с Илоном Маском to the Mars, спасаясь от толп разгневанных и бунтующих хомяков. Постскриптум. Психоделики не употребляют. Только зеленые свечи. Но мы остановились на более толковом комментарии от Артема Воинова про то, что если цена битка не дойдет до одного ляма баксов, то он ее организует, выставив соответствующий ордер на бирже. Так что, Артем, спасибо за смекалку. Футболка твоя, свяжись с нами и напиши, please, адрес, куда тебе ее отправить. Ну и размерчик не забудь. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, обязательно делайте репосты, комментируйте наши видосики и да пребудет с вами блокчейн. С вами была Миша. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok